21 января это Международный день родного языка. К этой дате в Анадырской мэрии приурочили особое мероприятие. Там состоялось подписание соглашения между администрацией окружной столицы и двумя общественными организациями, поставившими перед собой задачу сохранения языков народов севера. Сюжет Владимира Сироткина. В зале заседаний репутатов Горсовета окружной столицы непривычно ярко гости одеты в пестрые камлейки. практически у всех элементы национальных украшений. Праздничные наряды отражают настроение собравшихся. В мэрии Анадыре подписывают соглашение о сотрудничестве три стороны – администрация окружной столицы и инуидский приполярный совет Чукотки и любители чукотского языка Чечеткина-Вэдгов. Само слово «сотрудничество» – это уже очень важно для двух сторон, которые подписали это соглашение. И в предмете договора так и написано о том, что у нас будут совместные мероприятия образовательного, культурного и социально значимого характера. Сохранение языка – важнейшая часть сохранения этноса. Когда перестает звучать речь одного из коренных народов, беднеет вся мировая культура в целом. Привлечь внимание к этой проблеме должно десятилетие языков коренных народов. Об этом шла речь на встрече представителей Ассоциации коренных малочисленных народов Чукотки с мэром окружной столицы. Они обсудили важность поддержки языков коренных народов. Работа в этом направлении уже активно ведется. Пять лет в школах окружной столицы преподаватели работают с детьми, желающими знать свой родной язык. Издаются учебные пособия и словари. Но предстоит сделать еще очень много. Самое главное, чтобы наши родители прониклись уважением и гордостью принадлежности себя к определенной нации Чукотской, Эвенской или Эскимосской. А если у тебя появится гордость, уважение к своему народу, то, может, тогда начнешь уважать свой родной язык. И будет что-то делать, чтобы его сохранить. Фестиваль, посвященный родным языкам коренных народов Чукотки, начинается в феврале. Он продлится до сентября. Запланировано много крупных мероприятий, презентации, семинары, выставки и концерты. В них примут участие представители всех крупных коренных этносов региона. Сейчас в последнее время очень большое внимание уделяется сохранению родных языков Чукотского, Эскимосского и Эвенского. И даже у нас в городе Анадырь открываются в школах такие уроки, где есть преподаватели, и они преподают. Очень много сейчас, и уже это давно движение началось в детских садах, за что им спасибо. Они все время ищут воспитателей со знанием родных языков. Родной язык – это выражение самосознания и преемственности поколений. Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает его единство и становится залогом его оригинальности. Он формирует неразрывную связь между его носителями и служит основой для народа. Языки содержат в себе совокупность приобретенных знаний. Так некоторые из них неповторимым образом описывают определенную среду. Например, чукотский язык очень важен для оленеводов. Он дает точные характеристики животным, погоде и даже жилищу. Например, летом собираются иранги. Детишки, например, принимают участие в их сборе. И в процессе сбора иранги они, например, узнают, а как называется тот или иной предмет, как называется то или иное действие. То есть это как раз тоже вот такие все звенья одной цепи. Ну вот на сегодняшний день подписаны, я считаю, два важных соглашения, которые позволят нам в более широкой степени взаимодействовать в развитии родных языков. Опыт проведения года языков в 2019 году показал, что реальных результатов можно добиться только объединяя усилия власти со всеми ее инструментами и живых инициатив гражданского общества. Подписанные в мэрии соглашения в полной мере должны подтвердить это. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Вести Чукотка.